Наша программа Рад представить вам сегодня такой инструментальный ансамбль с замечательным составом. Саратовский композитор Владимир Мишля и его нынешний товарищ, ровесник, чуть не сказал ровесник века, но он живет уже в двух веках, уже в втором веке. Но это ровесник нашей программы, которой скоро в апреле исполняется 10 лет, Артем Науменко. Прошу. КОНЕЦ 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 Свобода приходит на Гая, бросая на сердце цветы, и мы с нею, в ногу шагая, беседуем с небом на ты. Я не знаю, какая именно из ипостасей свобода, описанных в этом великом стихотворении Мира Хлебникова, мне сейчас милее. Ее нагота, бросание ли на сердце цветов, возможность ли пофамильярничать с небом. Но так или иначе, свобода жила навсегда, поэтому темой нашей сегодняшней игры будут всевозможные литературные сюжеты, связанные с поисками, с обретением или с лишением свободы. С поисками, с обретением или с лишением свободы. Погадайте, пожалуйста, некое преступление и наказание, преступление и наказание, описанное в одном из произведений, ну, мировой литературы. Кулинарные изделия в преступлении место имели? Ну, в каком-то смысле, да. А не было ли это преступление, связанное с торговыми какими-то операциями? С торговыми операциями? Ну, в какой-то степени, может быть. Ну, в общем-то, вот когда я говорю и о кулинарии, и о торговых операциях, я говорю в какой-то степени, это действительно степень небольшая. Животные принимали участие, вернее, были? Преступление было совершено по отношению к животным? По отношению к животным? Нет. Не было ли наказание гораздо более жестоким, чем преступление? Мне сложно сопоставить степень преступления со степенью наказания. Во-первых, я никогда не совершал подобных преступлений, и вряд ли в силах это сделать. Во-вторых, я не испытывал подобных наказаний. И, надеюсь, они меня минуют. Поэтому сложно, сложно. Я думаю, сопоставим. Мы потом можем поскорить, Надежда. Я считаю, что сопоставим. Пожалуйста. Преступление совершали люди? Нет. Тогда логичный вопрос. Реально существующие в природе животные совершали это преступление? Реально существующие в природе животные этого преступления не совершали. А к сословию солдат этот не человек имел? Отношение. Отношение. Ну, в общем-то, нет. 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 Нельзя назвать его солдатом. Скажите, а наказание было за бунт? Наказание за бунт? Да. То есть преступление вы считаете бунтом? Ну, в данном случае, да. Ну, может быть, так. Участники, так сказать, бунта и его подавления, были ли они богами? Участники? Бунта и те, кто его подавлял, были ли они богами? Я вам отвечу, Надежда, но должен вам сказать, что вы должны быть совершенно точно описать с ним преступление и наказание. Преально, что преступление меня больше волнует, потому что наказание всем известно, а преступление чуть меньше. Да. Ну, это бунт против Зевса и то, что он бы потом не свернул в пучину. Нет. Поскольку вы должны были ответить абсолютно точно, говорю, нет. А преступление составило в похищении чего-либо? Ну, пусть так. Хотя, конечно, и не совсем, но пусть и так тоже. Я думаю, Прометея, похищение огня. Произведение? Прометея прикованный. Из Хилл. Наказание? Ну, Прометея приковали к скале, и орел клевал у него печень. Ну, хорошо. Взрыв аплодисментов. Но все-таки я должен сказать, что преступление состояло, в общем-то, не в похищении огня, а вся суть была в том, что Прометей научил людей всему, чему мы называем науками, искусствами, ремеслами. Он дал им просвещение, искусство, ремесла, и в этом было его главное преступление. Поэтому в этом самом преступлении, конечно, были задействованные животные, поскольку он наложил на них ермо, и кулинарные изделия, потому что он научил людей готовить, и все прочее. Аплодисменты. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Наши сегодняшние игры, темы, которые свободолюбие, лишение свободы, ограничение свободы, тяга к свободе. И я прошу представиться наших свободолюбивых финалистов. Прошу вас. Татьяна Медведева. Кирилл Захаров, преподаватель саратовских вузов. Валерий Анатольевич Вилков, преподаватель профессионального училища 49. Аплодисменты. Ну что ж, отгадайте, пожалуйста, в финальном туре нашей программы некую карьеру, описанную в одном из произведений русской литературы. Действия произведения происходят в 20 веке? Да. Связана ли карьера так или иначе с четвертым измерением? С четвертым измерением? Да. Что вы называете четвертым измерением? Это словосочетание, Александр Александрович. Я понимаю. Мне хотелось бы уточнить, какое понятие вы сейчас вкладываете в четвертый измерение. Если я хоть как-то отвечу на ваш вопрос, то вы скажете, что я уже даю ответ и снимете меня с дистанции. Я вижу вас насквозь. Хорошо. Но поскольку вы отказываетесь уточнить свою формулировку, то и я вволен в ответ без комментариев. Нет. Карьеру сделал человек? Шлэрри, трещина человеке, да. Окружающие были благодарны этому герою за действия, связанные с его карьерой? Да, ну, пожалуй, нет. Пожалуй, благодарности не было. Квартирный вопрос в карьере был основным? Нет. Карьера закончилась крахом? Ну, слово «крах» я бы не произнес. Крах – это все-таки слишком точно и слишком страшно, да? Поэтому... Герой был школьного возраста? Нет. Постарайтесь не придираться к формулировке моего вопроса. Не двигалась ли карьера от аристократического сана до сотрудника ЖКХ? Нет, я просто стараюсь не придираться к формулировке. Нет. А связь это никак не было связано? Нет. Главный герой, который сделал карьеру, играл он в каком-либо музыкальном инструменте? Нет. Действие происходит на территории бывшего Союза Советских Социалистических Республик. Да. Выбирал ли он свободу в качестве, так сказать, жизненного креда? Да, ему... Ну, это было не чуждо. Эта карьера связана каким-либо образом с театральной деятельностью? Не в прямую, но театральные способности для того, чтобы эту карьеру осуществить, герою были бы необходимы. Хорошо. А... Продираюсь уже к вам. Если действие происходит на территории бывшего Союза Советских Социалистических Республик, то был ли герой гражданином? Да. Был обязан быть гражданином. А он был комсомольцем? Возможно, его и не прилили в комсомол. Кто знает, как он вел себя в 14 лет? Ну, у героя была любимая женщина? Любимой женщиной у героя была. Возглавлял ли этот герой орган оппозиции? Оппозиции к чему? К чему вообще? Просто вообще? Был ли он в оппозиции? Был ли он в оппозиции, ну, например, к существующей власти? Я думаю, что он хотел бы перестать быть в оппозиции. Он хотел бы, этот герой хотел бы, чтобы их позиции, его и существующая власть совпали. Но они не совпадали роковым образом. И поэтому с карьерой произошло то, что Валерий назвал нелюбимым мною словом «крах». Скажите, альпинистом он не был? Нет. Ну, еще раз. Когда я говорю, что он не был альпинистом, не играл на музыкальном инструменте, вы, кажется, об этом спрашивали, да? Это всего лишь значит, что об этом не сказано в произведении. Потому что вполне возможно, что он лазил по горам, играл на флейте. Ну, что же, даем ему волю вернуться к вам, пожалуйста. Игра переходит или возвращается к вам, уважаемые зрители. Вы, конечно, уже готовы дать ответ. Вы получили свою свободу. Что я с ней делать буду? Пожалуйста, вопрос. Сюжет произведения загаданного, он целиком связан с карьерой этого героя? Да, на мой взгляд. Эта карьера не связана была с многочисленными переездами данного человека? Ну, могла бы быть связана. Не является ли это произведение автобиографическим? Автобиографическим? То есть автор говорит о себе? Да, автор рассказывает о себе в той или иной форме. Нет, оно не является автобиографическим, но оно идет от первого лица. А этот герой в конце произведения выбрал себе другую? Ну, вот у него, допустим, карьера идет по нарастающей, и он потом из этой карьеры... Нет, нет, нет. Он, скорее, делится с нами соображением, соображением по поводу этой не стоящейся карьеры. Скажите, герой, от чьего лица ведется повествование, он несколько вариантов карьеры рассматривает, возможной своей карьеры? Да. Я хочу ответить. Аплодисменты. Я вам, ребята, на мозги не капаю, но вот вам перегиб и парадокс. Кого-то выбирают римским папою, кого-то запирают в тесный бокс. Мне кажется, это... Там все места блатные расхватали и пришли, прислали здесь, на власть, в тем временем, в осуществлении в Италии, на папку дать наше... Ну, конечно, дальше. Когда бы ты знал, и жизнь в мою губе, что я бы мог бы выйти в папы римские, а в маму взять, конечно же, в тебя. Плывут у нас по Волге или по Камеле таланты, все при шпаге, при плаще. Руслан Халилов, мой сосед по Камеле... Там мало делать нечего вообще. Там мало делать нечего вообще. Аплодисменты. Владимир Высоцкий, лекция на здоровом положении, прочитанное, осужденное на 15 штук. Ну что же, Леонид, вам предстоит за 10 вопросов отгадать гостя нашей программы. Это русский актер. 15 вопросов. Аудитория расположена и темой сегодняшней программы. Свобода, свободолюбие, любовь к свободе. Распоясываться. Ну хорошо, пусть будет 15. Прошу вас. Саша, значит, первый вопрос такой. Поскольку тема свобода, свободолюбие, ну может вопрос немножечко жесткий. Наш гость, он в свое время не был лишен свободы, так вот фактически. Именно он сам. Бывало. Бывало, да? А его героев, экранных я имею ввиду героев, ну по крайней мере одного, лишали свободы? Да. Наш гость, театральный актер? Да. Про возраст можно спрашивать? Ну почему, пожалуйста. Ему за 60 лет? Да. Он снимался в фильмах Ильдара Рязанова? Да. Он играл в театре имени Моссовета? Да. Я бы хотел ответить. Я понимаю. Мне кажется, вся аудитория была готова ответить. Мне кажется, это Георгий Степанович Жжонов. Гость нашей программы Георгий Степанович Жжонович. Гость нашей программы Георгий Степанович Георгий Степанович Жжонович. Георгий Степанович, вы знаете, есть гости, которые к нам приезжают, прожившие не такие большие жизни, сыгравшие не так много, и с ними очень легко начать разговор. Ну, легко. Когда сталкиваешься с тем, с чем мы столкнулись сегодня, как-то очень сложно начинать задавать вопросы. Вспомните, как вы снимались у того-то. Или расскажите, как вы были там-то. Поэтому мне кажется, что уместнее все в этой ситуации начать просто с музыки. Два замечательных музыканта. Вот они, Владимир Мишле и Артем Науменко. Давайте начнем с музыки, а потом уже будем говорить. Прошу вас. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо. 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 комп err за 60-летнего, так надо говорить правду, за 87-летнего. Через месяц мне должно быть 88. Извините, Нат Rhys... Большое спасибо, что вы тут присутствуете. это большое счастье, по крайней мере, для меня. Я ждал этой встречи, но как удалось вас уговорить? Как удалось что? Вас уговорить сюда приехать. А меня не надо было уговаривать. Мне предложили сюда поехать. Я спросил, когда. Мне сказали, когда. Я сверился со своей записной книжкой и подтвердил это число. Все. Тем более, ваш город я, как русский человек, люблю очень. Волжский город тем более. Бывал здесь. Бывал здесь еще будучи ленинградцем или петербуржцем, как сейчас говорят. Бывал здесь уже и будучи москвичем. Люблю все волжские города. Очень люблю. Не знаю почему, но очень люблю. Наверное, потому что здесь и Стень Каразин был, и Пугачев где-то здесь был. И, в общем, вся история России, так или иначе, она как-то формировалась рядом с Волгой. Читаю даже сейчас в концертах, читаю стихи. Вы знаете, когда у человека бывает бессонница, и всякой по-своему справляется с ней. Некоторые начинают считать, скажем, до тысячи и так далее. А я начинаю вспоминать стихи. И вот как-то раз я проснулся ночью, и в голове у меня забродились стихи, которые я учил еще будучи в седьмом классе школы. В шестом-седьмом классе школы. И они постепенно в памяти восстановились. И по мере того, как они восстанавливались в памяти, с меня слетал окончательно сон. Окончательно. Я думаю, боже, какие страшные стихи, как они монтируются с сегодняшним днем. И до того это меня поразило, что на одном из концертов я предложил зрителю послушать эти стихи. Я говорю, вот на меня они такое впечатление произвели. А интересно, произведут ли они на вас это же впечатление. И с тех пор я регулярно читаю в концертах, читаю зрителю эти стихи. А стихи эти ни много ни мало как размышления у парадного подъезда. «Выйдь на Волгу». Честь, что он раздается над великой русской рекой. Это что на нас песней зовется. То бурлаки идут бичевой. «Волга, Волга, весной многоводной Ты не так заливаешь луга, Как великую скорбью народную Переполнилась наша земля. Где народ, там и стон. Эх, сердешный, Что же значит твой стон бесконечный? Ты проснешься, Исполненный сил. И в суде повинует закону Все, что мог, ты уже совершил. Создал песню, Подобную стону. И духовно на веки почил. Вот я вам конец Этого стихотворения, Этой поэмы, вернее, прочел. Так я помяну Ваш прекрасный город. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ